Мы были позавчера. Замгубернатор Чагадарь зарегистрировали коллективное заявление, где просят люди, предприниматели, чтобы режим работы не менялся, чтобы остался прежний режим работы. То есть не с 4 утра, как они хотят, а с 6, как уже на протяжении 3 лет работает рынок. Подписалось под этим заявлением 986 человек. Зарегистрировано 30.07.13 года. Я думаю, что то, что сегодня произошло, не исключено, что вот этот момент также повлиял на события 01.08.13 года. То есть сегодня. Я сегодня пришла на свое торговое место и, не дойдя до своего павильона 381, почувствовала в спину вздох. То есть за мной бежало 3 мужчины спортивного телосложения, одеты в камуфляжную форму. Сзади них вышло. Скажите, пожалуйста, почему здесь находились? Почему здесь находятся вот эти четырех павильонов? Я задавал, чтобы такие премистры не подходили. Естественно, мне в ответ в грубой форме последовали слова «Не ваше дело. Вы обязаны сейчас освободить территорию опромтоварного рынка». Мотивируя тем, что якобы есть какое-то решение суда Приморского, хотя я об этом ничего до сегодняшнего дня даже ни сном, ни духом, то есть не знала. Бросали мои манекены с товаром на землю, ломали оборудование. Потом подошел Баранчук, это замдиректора ООО «Промтоварного рынка» по безопасности территории «Промтоварного рынка». Показывает вот так, мигаючи в руках, показывает копию какой-то документа, утверждая, что это решение Киевского суда, что я должна покинуть территорию рынка. То есть я не имею заниматься общественной деятельностью, не имею заниматься права законной предпринимательской деятельностью и так далее. Всячески меня доводили, наводили на меня множество камер. Позвонила в милицию 102, милиция приехала спустя 5-6 часов. Это связано с тем, что я больше людей объединяю в наш профсоюз. На сегодняшний день уже более 17 тысяч членов профсоюза в нашем профсоюзе предпринимателей. Я думаю, что связано это с тем, что я бесплатно отстаиваю, без либо копейки какой взноса. Я категорически отказалась, что взносов никаких не будет. Я приучаю людей, что можно отстаивать свои интересы без всяких денег. Недоверие милиции. Так как крышевание. Мы требовали через 102 вызвать следователя из Абидеопольского района. Не подвластного руководству 7-го километра. Однако все время тот же сценарий. Второй раз. И вы, находясь в исполнении, сегодня еще раз нас убедили, что вы крышуете противоправные действия, а не защищаете. С завтрашнего дня намерена объявить голодовку и буду проживать в данном торговом ролете номер 381, где я осуществляю свою законную предпринимательскую деятельность. Буду вынуждена жить. Мы сотрудники охранной фирмы Абангар. Все вопросы в администрации 7-го километра. Я вам отвечу.